итак тема лекции жизнь и смерть и категория антологического бытия человека тема довольно сложная и прежде чем начать давайте все-таки попробуем обратиться к вопросу зачем человеку вообще знать смысл жизни можно ли как-нибудь прожить жизнь без смысла и ни одно животное не нуждается в этом понимании именно желание понять цель своего прихода в жизнь в этот мир и отличает человека от чего и человек это выше и живых существ и ему недостаточно только питаться и размножаться и мы можем выделить основные категории человеческого бытия я говорю о о любви о категории творчества категории труд а категории беру к примеру если взять категорию творчества то мы часто имеем ввиду неких писателей ученых но ведь на самом деле каждый человек занимается творчество жизнь это творчество когда мы строим отношения когда мы строим семью занимаемся творчеством когда мы привносим частицы себя в какое-либо дело когда мы чем-то занимаемся с вдохновением когда мы привносим собственный вкус собственное видение это уже творчество счастье конечно никто не сможет ответить на вопрос что такое счастье и все понимают эту категорию по-разному но вообще часто счастье подменяют понятием удовольствие и удовольствие это некая имитация счастье если обратиться к античности то греки считали что только смерть придает жизни законченные виды поэтому когда жизнь завершится когда наступит смерть когда человек умрет тогда можно понять был ли он счастлив а пока человек жив мы не можем сказать счастлив он или нет и вообще является несчастье счастье это некие мгновения или это послевкусие то же самое мы можем сказать про любовь с точки зрения философии вообще то что человек любит объясняется не предметом любви а именно человеческой способности любить ведь любят не за что-то а часто часто бывает вопреки любят потому что любят для любви нет причин так как нет причин для добрых поступков нету причин для совести когда мы находим причину почему мы любим тогда уж любви нет человек делает добро и поступает по совести не потому что он преследует конкретную цель а просто потому что он долго а просто потому что он совесть и вы просто потому что он не может жить иначе человек может любить даже тогда когда обнаруживает что предмет его любви не обладает какими-то особыми достоинствами любовь невозможно проследить какими-то тестами даму не можем выявить формулу любви это чувство которое дано нам богом труд еще одна философская категория и это основная форма человеческой жизнедеятельности и это условия до сегодня мы говорим что это условия существования человека но опять-таки если мы обратимся к античности то простой труд для свободного грека был недостойным занятием свободные люди не занимались и физический труд был уделом раба это было низкое занятие и доблестным считалось заниматься не трудом а вот таким благородным созерцанием философствование и позднее уже благодаря средневековью труд физически стал рассматриваться как ценность как позитивная ценность и как прежде всего богоугодное тело а в античности свободный гражданин это политик или воин и вот именно средневековье меняет вот это негативное отношение к труду на позитивное еще одна категория это вера религиозная вера это это возможность сверхчувственного опыта но для большого числа людей вот этот сверхчувственный опыт это пустой звук в своем изначальном существовании вера это не мысль это не убеждение в том что существует некое трансцендентное начало вера это внутреннее состояние духа еще одна категория очень важно это смерть смерть важнейший фактор человеческого существования все рожденное обречено на смерть и в нашем материальном мире мы не знаем ничего что стоя против его тебе смерти животные растения планеты даже вселенная в нашем понятии когда-то имели начало а значит должны иметь конец человек единственное существо которое осознает свою смерть вот это вот осознание неизбежности смерти заставляет нас ставить ряд важных для воззренческих вопросов и если отталкиваться от мифологии и от религии то философия решение этих вопросов вызывает прежде всего к разуму и исходит из того что человек должен самостоятельный дать ответ на смысл жизни тогда как в религии этот смысл дан извне то есть прилагая собственные усилия человек должен найти смысл своей жизни и смысл жизни это цели это ценности реализация которых и есть лейтмотив существования человека но если человек не размышляет о смерти то он не сможет то он не сможет ответить на вопрос какого качества его жизнь тема смерти занимает философии одно из центральных мест и если к примеру взять физиологические параметры скажем ну причина смерти в биологии медицине достаточно хорошо изучила смерть можно отодвинуть на какое-то время с ней можно бороться можно продлить жизнь но победить полностью смерть нельзя победить полностью ее невозможно смерть может служить избавлением от всякого рода страданий если взять точку зрения большинства религии то здесь рассматривается догмат о бессмертии души и обренности тела тело умирает на душах составляет сущность человека душа вечно и бессмертно и смерть человека расценивается в религии как избавление от земных страданий что касается философии то философию интересует смерть не как физическое явление а смысл смерти то есть ее значение в системе человеческого бытия то есть если человек отличается от других существ если он отличается не внешними признаками а принципиально по существу то есть смерть человека отличается от смерти скажем собаки вообще нужно сказать что это ключевой вопрос проблема смерти это ключевой вопрос в большинстве исторических типов философии давайте обратимся к брахманизм и учение о карме идея кармы сыграла роль правственного императива в жизни общества дело в том что при рождении смерть и жизнь зависит от качества жизни подобное значение имеет идея она в различных религиях и что касается современных тенденций то интересно упомянуть экзистенциализм да вот артур шопенгау создает свою концепцию концепция полингенезии и она в некотором смысле представляет такую альтернативу религиозной реинкарнации вот суть его концепции в том что воли человека никогда не умирает и она проявляет себя то и снова и снова в новых индивидах вот эта концепция полингенезии была изложена в его труде мир как воля и представление мир как воля и представление то есть воля человека сохраняется после распада тела и со временем эта воля оказывается в новой интеллектуальной оболочки и новая личность предстает совершенно уникальной неповторимой во всех культурах смерть это самый глубокий и самый значительный факт жизни именно смерть возьми возвышая человека над обыденностью только факт смерти ставит вопрос о смысле жизни и вообще жизни в этом мире имеет смысл только потому что есть сме и если бы была бесконечной жизни то смысла в жизни смысла жизни бы и наверное не было бы конечно был этот поиск бессмертия поиск бессмертия часто достигался через смерть вот жизнь благородна только потому что в ней есть смерть потому что в ней есть конец это как бы свидетельство того что человек предназначен к другой высшей жизни это как бы обозначение что есть переход в некую высшую реальность это знак идущий из глубины который указывает на существование некого высшего смысла именно смерть очищает прошлое кладет на него печать вечности это не только разложение но и очищение и вот такой этический императив существует негласно относись к живым как к умирающим а к умершим относись как к живым то есть помни всегда о смерти как о тайне жизни и в жизни и в смерти утверждает всегда вечную жизнь трагично именно смерть личности в человеке ведь личность не рождается от отца или матери личность это то что дано всевышним она творится высшей силы и во все времена люди искали спасение от смерти и это заключается не только в том чтобы найти бессмертие тела и души а даже в неком безразличии к смерти здесь уместно вспомнить эпикура который говорил что смысл жизни в удовольствии его принцип прекрасная жизнь и эпикур говорил о том что не надо приучать себя к мысли что смерть имеет к нам какое-то отношение он говорил что ведь все что мы все что нам нравится или не нравится мы чувствуем через ощущение а смерть это лишение ощущения то есть смерть не имеет к нам никакого отношения потому что когда мы существуем смерть еще не присутствует а когда смерть присутствует то тогда мы уже не существуем то есть нет наших ощущений да наша жизнь это наше ощущение вот эта проблема бессмертия одна из основных проблем человеческой жизни и вообще много очень концепций построена поэтому по этой проблеме и религиозных и философских учений и всевозможные мифы о победе над смертью практическое бессмертие никак не согласовывается со сменой поколений биологической и социальной эволюции если говорить конкретно то бессмертие не будет давать нам развиваться ну и если говорить о достижениях современной науки то в общем то идут всевозможные разработки для того чтобы и у сегодня существует несколько интересных концепций какие-то новые разработки о том как продлить жизнь различные эксперименты проводятся в науке которые открывают большие перспективы для решения многих биологических проблем я имею ввиду генную инженерию это конечно прорыв в науке о жизни если особенно мы говорим о таком явлении как планирование в целях выращивания или восстановления каких-то органов но эта проблема привлекает внимание не только специалистов но и внимание вообще широкой общественности идея клонирования она имеет очень много противников конечно мы признаем что данное открытие имеет большой плюс и она может преобразить вообще саму природу и преобразить человека и речь вообще идет о возможном создании долгоживущего поколения когда будет использоваться технологии замены органов но стоит вопрос этики вопрос об искусном управлении природными потенциями человека больше того имеет значение этический вопрос биологический вопрос об эвтаназии этическая сторона данного вопроса с одной стороны эвтаназия это возможность избавить человека от страданий с другой стороны очень ярко стоит этический вопрос их вправо в 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 Продолжение следует...